«Море в огне» — это одна из самых реалистичных картин, посвященных второй героической обороне Севастополя. К сожалению, с годами лента сильно пострадала, и в становлении фильма для севастопольцев дело чести. Единственная 35-миллиметровая копия киноленты сохранилась в фондах городской фильмобазы. Она находится в крайне ветхом состоянии, и оцифровку исхода киноматериалов может провести киностудия имени Довженко в Киеве. Но для этого придется выложить 120 тысяч гривен. Пока найти удалось только 50 тысяч, и чтобы дособирать хотя бы часть требуемых средств, Дом Москвы и фонд благотворительных программ организовал данный вечер. Еще до концерта перед Матросским клубом было устроено театрализованное представление. Кинопередвижка демонстрировала кадры фильма «Рядом с солдатом» о военных операторах. Антураж показа сопровождал имитационный съемочный процесс. Далее в фойе клуба можно было посмотреть выступление Карена Рутюняна, который под аккомпанемент своего кардиона пел песни военных лет. Гости подпевали и даже танцевали. Поэтому в зал на концерт зрители пришли уже подготовленными, переполненные патриотическими чувствами. В самом концерте принимали участие творческие коллективы Севастополя, Черноморского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Украины. Одним из главных событий вечера стало появление на сцене Николая Иванова, актера, который снимался в фильме «Море в огне». Это был второй фильм в моей жизни. Совершенно замечательная компания актерская была. И еще этот фильм для меня дорог тем, что я подружился на нем. И мы прожили, в общем, в принципе, весь съемочный период вместе в одном номере гостиницы с Анатолием Грачевым. Это было такое какое-то очень радостное и счастливое время. Весь концерт был пропитан патриотическим духом. В зале царила особая атмосфера гордости и благодарности нашим защитникам. А в завершении концерта все присутствующие исполнили гимн Белокаменного, легендарный «Севастополь». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сейчас общий фонд на восстановление ленты составляет более 60 тысяч гривен. Организаторы отмечают, сбор средств продолжится и фильму «Море в огне» будет подарена вторая жизнь. Елена Корноухова, Наталья Альчикова, Далевер Меджитов, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».